МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале СКАТ информационная программа СТВ в студии Павел Акчинников. И вначале коротко о главных темах. То есть фактически район был банкротом. Засуха в регионе. В Министерстве сельского хозяйства оценили масштабы ущерба. Собрание приняло решение. Люди готовы платить 7 месяцев. Пожалуйста, пусть платят 7 месяцев. Отопление. Платить по факту или растянуть на год? Общественники убеждают правительство. Пусть решают жители. Собирался избавиться от депрессии, а избавит от свободы? Самарец выращивал коноплю на дачном участке. Тело 18-летней Анны Бондаревой найдено во вторник вечером в лесополосе недалеко от Сокских дач. При первом осмотре явных признаков насильственной смерти на нем не зафиксировано, сообщили следователи. Однако уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». И, как оказалось, обоснованно. Вечером в среду стало известно, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался молодой человек, который находился 22 июля в одной компании с потерпевшей. По предварительным данным, между ними произошла ссора. Подозреваемый ушел с девушкой в лесной массив, где причинил ей телесные повреждения, несуместимые с жизнью, сообщает Следственный комитет. В настоящее время проводится его допрос. Дополнительные допросы лиц, находящихся в одной компании с потерпевшей вперед с 21 на 22 июля. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и о последующем избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Дается оценка показаниям лиц, допрошенных в ходе следствия. Это девушки и молодые люди, которые отдыхали непосредственно с потерпевшей в дачном домике. Житель Самары назначил себе противозаконное лекарство. Говорит, собирался избавиться от депрессии, а теперь, вероятно, его самого могут избавить от свободы. Уголовный срок грозит за выращивание конопли. Иплантации наркополицейские обнаружили на дачном участке задержанного. В общей сложности 37 кустов конопли на разных стадиях роста. Их культивировал 52-летний самарец на своем участке в садовом товариществе Ракитовские дачи. Он уже неоднократно был судим за сбыт наркотиков. И недавно освободившись, трудоустроился в дачный массив электриком и занялся еще и незаконным промыслом. Практически не удобрял, семена купил в интернете. Дорого стоит? Да прилично. Ну сколько? Я сейчас точно не скажу, может, где-то 64 я заплатил. Как он заверил наркополицейских при задержании, что данный наркотик ему нужен был для того, чтобы лечиться от депрессии. Однако имеющаяся у нас информация говорит о том, что он выращивал не только для собственного употребления, но и для сбыта. Конопля у дачника не только в открытом грунте, но и в старом домике. Он был оборудован освещением и вытяжкой. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Захоронение и культивирование наркосодержащих растений в крупном размере. Дина Сметанова, Ирина Игнатьева, СТВ. А в железнодорожном районе задержали несовершеннолетнюю, у которой были свертки с героином. Также у нее изъяли деньги, полученные за проданные наркотики. Уголовным производством занимается следственный комитет. А наркополицейские устанавливают родственников, чтобы привлечь к ответственности и их. Девушка не была инициатором. Ее использовали в качестве курьера и закладчика. Она получала уже расфасованный героин. Ей давали указания по организации закладок, координируя деятельность по мобильному телефону. Деньги задержанная в основном получала на руки. А малознакомые потребители переводили их на счета электронных платежных систем. Держи в руке. Что это такое? Девушка числится в социальном приюте, так как ее мать и сестра уже отбывают наказание за сбыт наркотиков. Что интересно, были они задержаны именно нашими сотрудниками в различные годы и осуждены на разные сроки заключения свободы. Но в социальном приюте данная девушка не жила. Она жила у собственных родственников, которые, собственно, ее и вовлекли в сбыт наркотиков. Самарские полицейские продолжают бороться с недобросовестными торговцами спиртным. В Октябрьском районе города прикрыли очередную разливайку. В этот раз правоохранители изъяли 80 литров алкоголя. В киоске продавали спиртное, не имея на то лицензии. Более того, владелец торговой точки не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По данным полицейских, собственник уже привлекался за подобное нарушение. Теперь ему предстоит заплатить штраф за оба нарушения. Управление поступило заявление граждан о том, что улица Потапова в районе дома 78 решается реализация другого продукции. Собран материал, проводится проверка. Материал будет направлен в суд для принятия решения. Также подготовлено письмо главе администрации района о расторжении договора о аренде земли. Ущерб от засухи в Самарской области составил полтора миллиарда рублей. Из-за неурожая пострадали около 400 хозяйств. Такие данные озвучили в правительстве Самарской области. Напомню, 22 июля глава региона Николай Меркушкин ввел режим ЧС в 12 районах. Руководство Министерства сельского хозяйства за дню недели исследовало состояние всех пострадавших хозяйств. Подробности в нашем сюжете. Из 12 районов губернии больше всего в этом году пострадал Хворостянский. Засуха уничтожила здесь половину посевов ячменя и еще столько же овса. Фактически район был в шаге от банкротства. Что касается озимных культур, из 30 тысяч, что мы посеяли, 26 у нас к уборке. То есть нас, озимные культуры, спасли. Я считаю, значит, даже мне трудно представить, что было с хозяйством района, если бы мы не посеяли в прошлом году такое количество зимы. То есть фактически район был в банкротном. Отсутствие осадков и рекордно высокая температура на протяжении нескольких недель. В таких условиях рассчитывать на высокий урожай не приходится. Впрочем, за последние 6 лет это уже третий жгучий сезон. Фермеры приловчились работать в таких условиях. Министерство сельского хозяйства заверяет, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Обрано 192 тысячи гектар, намолочено 306 тысяч тонн. Из них 258 тысяч тонн – это пшеницы, что практически уже покрывает полную потребность в подовольственном зерне Самарской области. Уборочная вошла в активную фазу. При этом с прошлого года осталось порядка 300 тысяч тонн зерна. Кроме того, сельхозпроизводителям поставлена задача увеличить посев озимых. Наша ассоциация имеет достаточное количество сегодня семян для того, чтобы закрыть потребность не только по текущему году, но и с учетом увеличения площадей, которые мы планируем под будущим годом. Пары на сегодняшний день подготовлены. Мы сейчас ждем только сроков начала села озимых. Если с урожаем более-менее картина проясняется, то вопрос денег под вопросом. Сумма ущерба, которую установили в области – полтора миллиарда рублей. Правительство России и Минсельхоз направлены документы от областного ведомства. В ближайшее время ожидается принятие решения о выделении этих денег региону. Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, Анатолий Брамзин, СТВ. Разрешить жильцам самим решать, оплачивать отопление по факту или равными частями в течение всего года. С такой инициативой выступили в областной общественной палате. Ее представители обратились с просьбой к властям внести изменения в приказ профильного министерства. Подробнее Юлия Кленова. Оплатил и живи спокойно. Так рассудили сотни самарцев, в том числе хозяева квартир в ТСЖ проспект. Их устраивало оплачивать отопление 7 месяцев в году, то есть по факту. А летом тратить деньги на ягоды и отпуск. Но с мая пришлось вернуться к старой схеме – платить весь год равными долями. Этот порядок сейчас для всех в губернии одинаков. Но собственникам нравился другой вариант. За нами, во-первых, не образуются задолженности. ТСЖ удобнее планировать свою работу. Мы знаем, что задолженности нет. И средства, которые в наличии, нам их легче отслеживать. Платить за тепло полностью сразу будут все уже через год, когда регион перейдет на оплату по 1,7. Но многие представители ТСЖ предпочли бы не ждать, а получить право самим выбирать способы оплаты. Для того, чтобы это решить, необходимо внести изменения в приказ министерства. То есть вот с такой инициативой мы сегодня выступим и предложим министерству рассмотреть этот вопрос. Представители ТСЖ и ЖСК говорят и о другой проблеме. Они тонут в бумажно-электронной работе. Делом заниматься некогда. Заполняют планы и формы. Год постройки. Из чего? Сколько лестничных маршев? Какая электричество? Ну, вы понимаете, вот, ну все, до сантиметра. Все вопросы общественники адресуют властям. Будут искать компромисс. Юлия Кленов, Олег Павлов, СТВ. И смотрите во второй части нашего выпуска. Смех, да и только. В Красноглинском районе живет пернатая звезда, говорящий ворон. О, шар. Дай жрать. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин приехал в областной геронтологический центр. Региональный дом-интернат для престарелых и инвалидов находится в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. Напомню, неделю назад губернатора встречали в пансионате для ветеранов в селе Дубовый Мед. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. В центре на постоянной основе живут 260 человек, пенсионеров и инвалидов. Лежачие постояльцы. Их большинство находятся в специальном отделении «Милосердие». И к каждому там находят индивидуальный подход. В отделениях установлены телевизоры. За обсуждением последних новостей губернатор застал пенсионеров. Люди рассказали главе региона об условиях проживания. Особое внимание в доме-интернате уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. Многие из них проживают в отдельных комнатах. В центре регулярно проводятся музыкальные и литературные вечера. Работают кружки по интересам. Сюда приглашают творческие коллективы. Любимое место отдыха пенсионеров – зимний сад. А медицинский персонал у нас очень хорошие, отзывчивые люди. Тут немножечко плохо. Уже не тут, как тут. Тут, как тут, заботятся о нас. Питание как? Питание хорошее. По инициативе губернатора Николая Меркушкина, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и пенсионерам оказывается всесторонняя поддержка. Например, долгие годы улучшения жилищных условий ветеранов было пущено на самотек. И выполнение указа президента о предоставлении им нового жилья велось слишком медленно. Губернатор взял эту проблему на личный контроль. В прошлом году жилищные условия улучшили 700 человек. На эти цели было выделено более 821 миллиона рублей. В этом году в очереди было 668 ветеранов. Но предусмотренного финансирования хватало лишь на 539 человек. Во время визита в Самару председателя правительства России Дмитрия Медведева губернатор обратился с просьбой о выделении дополнительных денег. В итоге область получила еще один транш – 670 миллионов рублей. Кроме того, увеличено выделение денег на технические средства реабилитации инвалидов. В прошлом году из федерального бюджета на эти цели выделили почти 454 миллиона рублей. В 2015 сумма превысит 582 миллиона рублей. Александр Семенов, СТВ. В Самаре собираются создать лазерный центр. Областные власти намерены сотрудничать с немецкой компанией, которая занимается микрооптикой, полупроводниковыми лазерами и оборудованием для их производства. Глава Самарского региона встретился с управляющим фирмой, выходцем из России. Стороны договорились, что подпишут контракт в ближайшее время. Руководитель немецкого предприятия рассчитывает на инвестиции областного правительства. Вот есть такая маркетинговая пословица. Мы делаем парфюм, а продаем надежду для женщин. Ну вот мы делаем лазеры, но продаем линию и качество лазерной линии. Вот это основной продукт. Ну и применение – это уникальная технология, уникальные патенты. Тут я могу долго очень говорить, это утомит, наверное, слушателей. Но в любом случае это используется на самых крупных фирмах в мире. В Самаре пройдет ежегодный день физкультурника. Спортивный праздник намечен на 8 августа. В этот день на набережной реки Волга соберутся представители 45 муниципальных районов области. Десятки атлетов самого различного возраста проявят лучшие свои качества. Весь участок разобьют на несколько спортплощадок. Можно будет посоревноваться в беге, боксе, футболе и многих других популярных видах спорта. Все желающие проверят и качество своей физической подготовки. Спортсмены сдадут нормы ГТО. Всем надо быть универсально подготовленными спортсменами, владеть всеми видами, которые у нас определены нормативами ГТО. А уж кому что достанется, плавание, стрельба, бег на короткую дистанцию, на длинную, подтягивания и так далее, это уже решит жребий. Но это даст нам все равно основания для того, чтобы подвести итоги и отметить лучших. Некоторые издревле считали его предвестником беды. А сотрудники конно-спортивного клуба в Красноглинском районе наоборот. Ворон, который уже седьмой год живет в подворье клуба, привлекает все больше и больше посетителей. Все потому, что он говорящий. Это характерно для птиц, обитающих в неволе. С самарской пернатой звездой пыталась договориться и наш корреспондент Дина Сметанова. Нет, это ворон Гоша, искусный имитатор, который очень любит хозяина дразнить. Больше шести лет назад Гошу привезли желторотиком из Астрахани. Он выпал из гнезда. С тех пор, как его прописали в Самарской конюшнике конно-спортивного клуба, он очень привязался к хозяину, руководителю клуба Александру Рябову. А на чужих может реагировать весьма агрессивно. В воронов, да, обычный характер такой бывает, что они признают одного хозяина и слушают только его. Как собаки? Ну да, как собачка, да. Лает, как собачка, кудахчит, как курочки, изображает всех наших животных. Разговорчивым ворон Гоша стал в полгода. Чем ни на шутку, перепугал персонал. Подумали, что в конюшню забежал чужой пес. Сейчас пернатая звезда с удовольствием знакомится. Гоша, Гоша, я знаю, Гоша, понятно, понятно, что Гоша. Неделю назад я шла по конюшне, и он мне сказал, вот дура идет. Я даже не поняла, кто это сказал, и была в шоке, можно сказать. Один мальчик с мамой зашел в конюшню, потом резко ребенок выбегает и говорит, меня он придурком назвал, что мне делать? Представляете, ребенка назвали придурком, он назвал. Непонятно вообще, с чего он это взял, откуда он это взял. Просто, наверное, люди ходят, говорят, и он учится этому. А дальше? Ворона не наказывают, воспитывают на словах. Вообще он понимает, он все, он очень умный. И когда даешь, сколько раз мы пробовали, например, даешь яйцо цесарки, он очень любит яйца. Яйцо цесарки, оно очень крепкое. Вот, и его разбить практически невозможно. Его клювом, но не разобьешь. Он делает, что он поилку подтягивает к шестку, к своему, где он сидит, и углом ставит, и на угол бросает это яйцо. Вот такой мороз. А это все, что осталось от другого деликатеса. С трусиное яйцо Ворон разбивал с разбега. К тем, кто несет для него яйца, Гоша относится бережно. Сотрудники клуба мечтают, чтобы Ворон был во всем культурном и научился говорить спасибо. Гоша! Гоша! И о спорте. Баскетбольный клуб «Самара» начал подготовку к новому сезону. Летние каникулы тренерского штаба игроков завершены. Уже пройдено медобследование, и волжане вовсю тренируются на паркете. О целях и задачах на предстоящий баскетбольный год в репортаже нашего корреспондента. Самара! Давайте, ребята, сразу поразнили. Победители регулярного чемпионата прошлого года. Волжане пока тренируются, что называется, в щадящем режиме. Занятия в основном на атлетизм и общефизическую подготовку. Плавно входят в игровой ритм. Все соскучились по баскетбольным дуэлям, но об этом говорить рано. Микроклимат в команде нормальный. Все идет по плану. Рулевой самарцев о конкретных задачах на предстоящий сезон не говорит. Но ясно одно. В планах улучшить прошлогодние результаты. В плей-офф побороться уже за пьедестал. В памяти досадное поражение в прошлогодних играх на вылет. Тогда непреодолимым препятствием для волжан стал приморский «Спартак». Самарцам так и не удалось побороться за медали российского первенства. Проделана соответствующая работа над ошибками. Выявлены недочеты и недостатки в игре и подготовке к плей-офф самих фейсболистов. В августе команда будет заниматься в Самаре. На конец месяца намечено несколько контрольных матчей. С 5 по 20 сентября волжане расширенным составом отправятся на сбор в литовский «Друзкиненкай», где проведут еще 10-12 матчей. Конечно, соскучились по тренировкам, по атмосфере. До побед тоже соскучились. Хочется быстрее начать уже. Не знаю. Поиграть в баскетбол в конце концов. 25 сентября команда соберется в Самаре. С 27 по 28 сентября состоится традиционный турнир в памяти Приматова. А в первых числах октября уже запланированы матчи Кубка России. Александр Семенов, СТВ. И, внимание, внимание, абсолютно приятная и радостная информация для всех самарцев. 2 августа железнодорожники приглашают вас всех отметить свой профессиональный праздник. Народные гуляния открываются в полдень на площади Куйбышева с тематических площадок. Позже начнет работу фотовыставка. В 18 часов торжественный митинг, а в 18.30 праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Би-2, Айова, Серебро, Ромарио. Также перед самарцами выступят Нюша и Дмитрий Маликов. Но в 22.45 на площади Куйбышева праздничный фейерверк. И не менее насыщенная программа запланирована и для празднования Дня воздушно-десантных войск. В этом году, 2 августа, россияне будут праздновать 85-ю годовщину со дня образования войск ВДВ. Торжество начнется с возложения цветов на площади памяти на улице Мичурина в 10 часов утра. И в 11 часов на площади Славы. Кроме того, в час дня рукопашный бой у бассейна ЦСКА ВВС. А в 2 часа на набережной Волги пройдут показательные выступления военных. Ну и завершит грандиозный праздник концерт на набережной Уладьи. В 6 часов вечера приглашаются все желающие. Что ж, у меня на этом все. Впереди прогноз погоды. Ну и в завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского. www.gslimansky.ru Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах СКАТ из ТВ Самара. Ну и конечно заходите на сайте радиокомпании СКАТ. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова